здравствуй дорогие друзья у нас сегодня очень интересная тема замиокулькас обожает эти 10 вещей что он любит какой грунт какие подкормки к чему он как относится к микроклимату свету обо всем узнаете в этом видео у меня также есть видео на канале замиокулькас не любит эти 10 вещей заходите смотрите добро пожаловать берите на заметку и выращивайте свой замиокулькас правильно первая замиокулькас обожает рыхлый питательный грунт если такового нет то мы вносим подкормки об этом чуть позже вы смотрите сейчас я вам показываю грунту замиокулькаса зензи здесь торф цветочный грунт вермикулит камни дренажные и древесный уголь другой замиокулькас здесь растет практически в чистом торфе плюс вермикулит мелкий растет кстати очень хорошо выдает уже новую веточку это детки я позже кстати покажу все детки которые я пересаживала в конце января начале февраля и выращивая их по-разному у взрослого замиокулькаса немного другой грунт в основном здесь чистый торф верховой у меня синий агробалт он раскисленный плюс очень много камней дренажных а также есть древесный уголь и буквально немного цветочного грунта процентов 10-15 максимум и также есть пеностекло пеностекло я использую в тех цветах которые можно перелить если вы переливаете замиокулькас то дренажные камни плюс пеностекло либо даже вермикулит крупной фракции либо перлит тоже крупной фракции спасут вас от перелива поэтому грунт у меня практически у всех разные это я делаю для того чтобы наблюдать в каком грунте растет но одна особенность у всех этих грунтов он очень рыхлый и у меня воздухопроницаемость хорошая а также влагопроницаемость тоже хорошая спускается вода очень быстро и не застаивается второй момент это опрыскивание замиокулькас обожает и опрыскивание и душ самое важное чтобы вода была теплая не холодная на холодную воду он может реагировать пожелтением листиков это будет огромный стресс для замиокулькаса вот именно теплую водичку он любит у меня вода стоит на батарее и я вот так и постоянно опрыскиваю но пыль естественно оседает очень быстро и чтобы например каждый листочек протереть отдельно я так делать уже не буду потому что цветок очень большой крупный поэтому лучше использовать опрыскивание для чистоты замиокулькаса но после воды точно также пыль быстро оседает особенно это видно на черном замиокулькасе у него буквально через две-три минуты уже будут белесые полоски как часто можно опрыскивать замиокулькас смотрите на ваш микроклимат если у вас очень душно опрыскивать его можно день через день именно опрыскивание а душ можно проводить один раз в 10-14 дней третий пункт замиокулькас обожает правильный умеренный полив главное построиться под него под ваш микроклимат и наладить полив тогда замиокулькас вам точно скажет спасибо какой водой можно поливать замиокулькас вода у меня всегда комнатной температуры либо стоит на батарее специально для замиокулькаса для полива даже если я применяю какие-то подкормки я беру также теплую воду вот таким образом у меня стоит бутылка на батарее сейчас батареи еще греют и можно поддерживать такую температуру более чем комнатной температуры вода замиокулькас обожает теплую воду и я вот его поливаю именно так опускаю палец в грунт и смотрю сухой или грунт на уровне клубни если он сухой то значит можно поливать тщательно если там мокрый тогда оставляем в покое и возвращаемся к замиокулькасу через пару дней у меня горшок 6 литров и я поливаю примерно 600 700 миллилитров на данный горшок я поливаю намного чаще чем другие но предпочитаю поливать по чуть-чуть если например заливая здесь больше литра то замиокулькас будет стоять мокрый больше 7 до где-то 10 дней можно поливать так главное выбирайте полив под себя и под ваш микроклимат вот например маленький горшочек здесь литровый горшок и я поливаю по чуть-чуть смотрите как быстро опускается вода вниз это говорит о том что очень хороший рыхлый грунт и не будет застаиваться на уровне корней и клубни черный будем поливать тоже по чуть-чуть потому что здесь клубни немного и не нужно заливать грунт полностью целый горшок тоже не нужно заливать полила я на двухлитровый горшок буквально 250 миллилитров воды самое важное построиться только под ваш микроклимат и под ваше желание если вы хотите поливать по чуть-чуть но тогда придется намного чаще поливать замиокулькас и обязательно проверяйте на уровне клубни должно быть сухо тогда можно поливать если например вы желаете поливать намного реже раз в 10-14 дней то тогда поливайте обильнее поэтому только вы будете решать как правильно поливать замиокулькас 4 пункта замиокулькас обожает тесный горшок чем теснее тем лучше следующий горшок для пересадки должен быть всегда на два сантиметра в этом максимум больше чем предыдущий конечно нужно учитывать и корневую систему и размер клубни самое важное что замиокулькас начинает активные быстро расти когда он корнями задевает стенки горшка как выбрать горшок для замиокулькаса самое идеальное это пластиковые пластмассовые горшки никогда не выбирайте керамику потому что если он у вас разрастется до такой степени большой и очень крупный где будут клубни прям выдавливать горшок то кстати горшки керамические тоже могут треснуть и когда вы будете пересаживать вынимать большой замиокулькас из такого горшка намного сложнее поэтому пластмассовые пластиковые горшки это просто идеально пятый пункт замиокулькас обожает правильные подкормки с микроэлементами а также различные стимуляторы это уже тоже проверено как правильно подкармливать замиокулькас если вы не знаете и не сможете определить по листочкам по клубням по корневой системе что нужно вашему замиокулькасу то начинайте самого начала у меня есть очень много видео даже схемы поливов как правильно удобрять замиокулькас первое что нужно делать это наращивать корневую систему и клубни далее мы беремся за стимуляторы и будем стимулировать листовую массу уже азотными удобрениями но без хорошей мощной корневой листики у вас никогда не нарастут поэтому это имейте в виду и применяйте все подкормки правильно а не хаотично шестой пункт замиокулькас обожает органические удобрения у меня огромное количество видео про органику как я кормлю замиокулькас с моим замиокулькасом все прекрасно нет ни плесени не корок ничего подобного кто-то что-то писал что у них образовалась плесень поэтому обращайте внимание на ваш грунт самое важное при подкормках с органикой должен быть очень хороший рыхлый воздухопроницаемые влагопроницаемый грунт без этого будет органика застаиваться на поверхности и конечно будет плесень и возможно даже корка седьмой пункт замиокулькас обожает спокойную размеренную жизнь без обрезки листьев я уже много раз обрезала и простой замиокулькас и черный они ведут себя по-разному к примеру простой замиокулькас после обрезки намного быстрее восстанавливается а также быстрее наращивает корневую систему на листиках и клубни и даже выдает новые листочки это у меня экспериментальные горшочки кто смотрел видео вот я вам показываю нарастают новые листочки это черный замиокулькас у него намного дольше образуется новый росток листок прошло почти три месяца только-только наклевываются даже подкорбки иногда не помогают это что касается черного замиокулькаса смотрите основной листок он почернел там видно клубень корневая система держится хорошо и вырастает нового росточка поэтому скоро от данного горшочка ждем новый листок вот я вам показываю поближе маленькая белая почка это и есть новый листок а вот который посажен веточкой от него листочка еще нету но простой замиокулькас очень хорошо выдает это уже новый листок выросший я вам сейчас покажу вот была веточка без листка была посажена просто в грунт дала корневую систему клубень и у нее вырос новый листок когда вырастает новый листок от нового клубня можно черный листочек этот просто убрать вот у этих еще нет и следующий горшочек номер семь здесь два крупных листка были посажены и здесь тоже будет скоро новый листок прошло принципе очень много времени даже со стимуляторами черный дает намного тяжелее новые росточки с простым замиокулькаса все намного проще он также и восстанавливается намного быстрее а черный он восстанавливается намного дольше после обрезки поэтому черный как можно реже обрезайте и не тормошите его 8 пункта замиокулькас обожает полутень почему я сделала такие выводы потому что я основываюсь на выращивании своего замиокулькаса если его ставлю на солнечное окно где с 2 до 5 прям палящее солнце то у него начинают пожелтение листиков и они прям подгорают замиокулькас начинает болеть и приходится его восстанавливать различными стимуляторами в том числе янтарной кислотой если его поставить в полную тень то он также перестает расти и даже листья меняют свой цвет на бледный зеленый они становятся более такого прозрачного цвета некрасивого и замиокулькас тоже начинает болеть поэтому самое оптимальное для замиокулькаса это фитолампа у меня он стоит под фитолампы 35 ватт ему этого будет достаточно девятый пункт замиокулькас обожает умеренный микроклимат если вы будете вставлять замиокулькас под сквозняком под холодным воздухом он также может заболеть подбирайте ему место такое где он не будет подвергаться сквозняком а также холодному прохладному воздуху но в то же время замиокулькас обожает проветривание и очень хороший воздух то есть чистый воздух если вы планируете открывать форточки допустим зимнее время то обязательно убирайте подальше от окна замиокулькас если подморозить замиокулькас то начинается корневая гниль болеет клубень и впоследствии уже замиокулькас гибнет 10 пункта замиокулькас обожает цвести выдает он цветоносы практически каждые полгода многие пишут почему ваш замиокулькас не цветет а все потому что я очень часто обрывают цветоносы которые мешают наращиванию листовой массы все просто когда замиокулькас начинает цвести он останавливается в росте и не дает листовую массу это уже то что я основываюсь на своем опыте если у вас именно цветет и выдает листовую массу пишите чем вы его подкармливаете как вы его поливаете и как за ним ухаживаете но у меня замиокулькас останавливается в росте поэтому все цветоносы я всегда обрываю а на сегодня это все Заходите на мой канал, смотрите другие видео про выращивание замякулькаса, про его подкормки. Как я добилась такого шикарного результата буквально за год с чем-то. Он у меня стал такой пышный и красивый. Сейчас я его практически уже не подкармливаю. А также не забывайте поставить лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до свидания.